Вы понимаете о чем говорите? Есть. Такое ощущение, что вечером собрались пять человек, поздно вечером и написали спешно, да? Нет, я не думаю. Над этим трудились очень долго, упорно. Просто впечатление такое возникает. Впечатление-то такое, но это документ подготовлен длительно, и людьми далеко не бестолкован. И в подкреплении этой концепции, и программы. Наверное, у вас программы-то нет, но у нее есть. Нет, я видел ее. И программы нет, и концепции. Да. Точно. Вы в одном из газетных интервью говорили, что в принципе в случае возникновения какого-то конфликта возможна война до последнего чеченца. По-моему, дословно. Дословно. Да? Не ошибаюсь? Но, наверное, в Москве сейчас такую возможность исключают. И Шахрая, и тот же Ельцин наверняка. То есть, в принципе, конечно, военные действия исключены совершенно. Как вы считаете, существует какая-то угроза? Существует. Причем реальная. Вы считаете, что сейчас существует военная угроза со стороны России? Военная провокация существует. Каждый день, каждый час, каждый минут. И она не снимается. То есть, вы постоянно живете сейчас тоже в напряжении? Да, постоянно. Несмотря на то, что нет чрезвычайного положения? Но мы каждую минуту, каждый час ожидаем очередную провокацию. Очередную провокацию. Которая может вылить уже очаговую конфликтную ситуацию и далее перевести уже в глобальную конфронтацию сил в дальнейшем развитии. И сейчас очень много почему-то стали писать об угрозе переворота в самой Чечне. Внутри политического переворота. И так хочется. Ну, может быть. Такая угроза тоже есть, на ваш взгляд? Нет. Такой угрозы не только нет. Этой угрозе и местами. В последнее время, как вы заметили, одни и те же картинки, кстати, эти картинки показывают и в Грузии события, и в Абхазии, и в Чечне. Что вы заметили? События, которые проходили в прошлом году в Чечне, это в период человеческой положения. Как раз эти видики используют по всему Кавказу. Трижды показывали в Грузию и эти события. показывали Абхазию, значит, видик из этих событий. И когда я назначил опрос населения информационный, тут подготовились, потирая руки. Ну, пошло, поехало сейчас. И начали каждый день по три-пять раз повторять. Вот в Чечне началось. То есть, вы хотите сказать, что ты извне откуда-то? А внутри все спокойно. Внутри идет рабочий процесс. Но ситуация в России, опять же, сходна, как мне кажется, ситуация в Чечне в данном случае. Не по размаху, опять же, а по симптомам. Ну, в России сейчас это принято называть конституционным кризисом. Когда президент с представителями Совета не могут за руку постароваться. Это у нас называется конституционным кризисом. Но те же симптомы, как, например, опрос, референдум. То есть, вот эта вот болевая точка, да? Это поправки конституции. Есть что-то общее? Если да, то почему? Вы понимаете, ее хотят некоторые подвести под общее состояние в России. Нет, зачем же? Как попугай повторять, брать оттуда и навязывать сюда ситуацию. Похожего, по состоянию, ничего нет. Здесь принята новая конституция. В России еще не принято. Это очень важный фактор. Но это же скоро год, как у вас. 12 марта. Да, второй год идет. В этой конституции мы живем своими законами. Никаких признаков для референдума у нас нет. Хотя, поторопились быстро издать постановление о проведении референдума. По сценарию России. Конечно, есть там консультанты, которые всегда, давай, ребята, вы тоже референдум. Нисколько не подозревая, что референдум в Чечне уже проведен. Суверенитет не может подлежать никаким сомнениям. Три заседания Конгресса чеченского народа и его воли изъявления. Раз. Декларацию о суверенитете вынес Верховный Совет бывший чеченгушеской республики. Не мы. Мы его только наполняем. Конституция. Первый пункт. Чеченская республика. Сувереннее независимое государство. Воля изъявления народа состоялась в соответствии с международным правом. Если народ получил право воли изъявления, на этом никакого слова или речи о каком-то дополнительном референдуме в этом праве нет. И если такой референдум даже нужен, я убежден, он однозначно, однозначно скажет «да». И другого ответа от народа я... И этот опрос был направлен на то, чтобы демократизировать наше общество. Но не все так считают. Поэтому они так считают. В Чечне. И в Чечне 99% считают так. Есть люди, которые понимают, а есть люди, которые не понимают сути постановки вопроса. Та же оппозиционная группа обвиняла нас, что парламент народный не представлены интересами, значит, личност или других социальных слоев. Мы предложили давать. Создадим вторую палату. Палату представителей сохраним. Палату совета наполним с представительством и делегируем от этнических ров. Три представителя. От религиозных общин, инфотерсий, три человека. Поскольку три пока что преобладающие здесь верой. Сурманская, христианская, юрийская. В чечне католической веры очень мало представителей. По крайней мере вернули католическую церковь, желающих восстановить, пока не находятся. Далее инвалиды и пенсионеры не представлены в чистом виде. Женщины не представлены. Вот и мы это делаем. Это не фактор. Ну и потом построже разграничить функции законодательной исполнительной власти. Сделать в ней четкие рамки. Этот фактор тоже для демократизации и нисколько не для узурпации власти. Можно ли говорить об узурпации власти и диктаторской власти, если президент предлагает еще палату одну в парламент ввести? Ну и конечно. Ну и кому хочется видеть в этом реальную угрозу, а на самом деле в нем заложена дальнейшая демократизация и защита прав и свобод и интересов всех своих конституционных главных законов. При всем при том, что определенные противоречия все равно сохранились. Определенные противоречия всегда в обществе были, есть и будут. И это является движущей силой. Несмотря на каком они этапе. Ну вот смотря на каком этапе, как они согрожены. Но я еще раньше сам задал то, чтобы была оппозиция. Я сожалел о том, что нет действительной оппозиции, которая обстояла на правовых со своей программой, со своей альтернативной программой приватизации, экономического развития, государственного устройства, социального обеспечения. Значит, должна быть. На следующий день появилось, только я сделал заявление, что я сожалею по телевидению, поскольку это была бы движущей силой помощи. Как на следующий день уже опубликовали. Дудаев просил оппозицию, мы оппозиционеры. У них нет никакой программы. Никакой программы. Кардинальная тема. Никакого видения. Эти люди собрались с одной целью. Залезть в государство в карман, народу в карман и заниматься стяжательством так, как он занимался раньше. Такой у них никакой задачи. Ни построения государства, ни социальной справедливости, ни законодательной инициативы, ни суверенитета, ни социального обеспечения остальных. Этих интересов я твердо заявляю, у них нет. Даже в программе постановочный корпус. А кого вы имеете в виду сейчас под оппозицию? Это общественные движения? Нет, не все общественные движения. Те, которые всегда считают оппозиционерами. У них оппозиционерности хватило ровно на то, чтобы 31 марта прошлого года завести сюда десятки тысяч оружия, конечно, оплачиваемое российскими спецслужбами. Вы уверены? Уверены. Тысяча один. Тысяча один. И как не быть уверены, если депутат Верховного Совета открыто говорит, что 30 миллиардов, выделенные на разрушение государственного устройства Чечни, не лучше ли пустить на бездоленных и бедных, которые сейчас нуждают с хлебушкой? Депутаты российского парламента? Да. Да. А вы считаете оппозицией вот ту пятерку прислал из Верховного Совета, которые подвергли критике ваше решение о проведении опроса? Это оппозиция? Значит, вчера Сосланбеков был в одном месте, завтра он в другом месте, послезавтра в третьем. Я не знаю, где оппозиция, где позиция. Я знаю, если оппозиция, то у меня должна быть какая-то позиция, программа. Значит, вдруг я сделал заявление об опросе населения, и вдруг появилась новая группировка. У-у-у, это уже, значит, позиция власти, попытка позиция. Хотя Конституционный суд, который рассмотрел и взял производство это заявление, однозначно сделал заключение, что президент своих прав не нарушен, он имеет право законодательной инициативой, и большее право имеет посоветоваться спасителям народа, мнению народа. Я выигрывал здесь, я мог бы и промолчать, не ставить вопрос. Не ставить. Потому что правовой базой и основой этот опрос не носил. Я здесь выигрывал в любом случае трижды. Прежде всего, сделав опрос населения, если даже отрицательный, все равно я выиграл. По оппозиции не было бы шанса говорить, что парламент однородный, надо доизбирать и так далее. Я здесь спасал даже честь мундира парламента. Это раз. Когда остановитесь, народ не признает ваших претензий. Второе. Оппозиция сделала здесь ку-ку. Сказала им. Как только подняли вопрос, который они поднимают, я поднял, поставил, они стали против этого вопроса. Значит, им не нужно ни демократизации, ни наполнения парламента. Что-то другое они ищут. Например, вас обвинить в стремлении в президентском управлении. Значит, стремление. У меня достаточно прав. Тем не менее, речь же шла, насколько я понял, да? О том, чтобы какие-то полномочия в Верховный Свет пришли к вам. Значит, там единственная шла речь о четком разграничении. По-моему, очень у меня и так достаточно. Значит, сверх достаточно. Ну, вот нечеткость разграничения, скажем, следственного комитета, который выведен в неподчинение никакой структуре. Вот это наша беда. Сейчас есть преступление, должно быть наказание. А следственный комитет сейчас тормозит. Последование следствия и отводит от правовых рамок и от Конституции. От права и закона. Поэтому есть место для увеличения преступления, а не пресечения и пристановления преступлений. Я требую и буду настаивать, вне всякого сомнения, следственный комитет передать исполнительной власти или министерству безопасности, или в прокуратуру, чтобы он был с кем-то связан в сфере исполнительной власти. Или хотя бы президенту. Хотя это для меня дополнительная нагрузка. Я, как глава государства, обязан, как бы не было тяжело, заниматься и копаться в грязном белье, моя обязанность защитить граждан, обеспечить их права, свободы, демократию и конституционный закон. А когда есть механизм, который, главное, выпадает из этой силы, уже есть место и дальше родителей. А кому это выгодно, я прекрасно знаю. Те, которые намыли денежки в карманы, им выгодно, чтобы эта ситуация была в таком аморском состоянии. Значит, за свои деяния не получить наказание, уйти от наказания, и в переходный период еще погреть дальше, греть, грести и так далее. Вот с этой целью. Я не думаю, что это дополнительная нагрузка. Вы в народ ходите? Конечно. Часто? Часто. А как это вообще бывает? Это бывает. Я хожу на предприятия, заведения, лечебные, особенно лечебные, медицинские учреждения, в села, туда, куда меня приглашают посетить. В любое место, где приглашают, на заводы и так далее. Поэтому всегда, всегда не оторван. С удовольствием это делаю. Не боюсь никакой аудитории. У меня есть честно ответить на любой вопрос с открытым забравом. Поэтому никакой аудитории я не боюсь. Ну, понимание какое-то вы находите? Конечно. Есть такая, так скажем, историческая версия, что после тоталитарного строя к власти приходит политик-романтик. Ну, может быть, Вацлав Гавил, например. Или Лансбергес. Может быть, Гомсокурдия даже, в меньшей степени. А потом после него приходит политик-прагматик, типа Прозаускаса в Литве. Вы себя в какой категории относите? Никто не в другой. Реалист. Как? Реалист. Реалист? А Ельцин? Ельцин? Мне трудно сказать. Ельцина слишком много уволят в стороны, поэтому твердой линии в его политике не видно. И то, что сотворили в Ольбушете, это страшно. Вы с Ельцином по телефону не разговариваете? Нет. А вообще вы с ним давно общались в последний раз? Нет. Ни раз. А вы с ним вообще ни разу не разговаривали? Нет. Не разговаривали. То есть там только через Шахрая, допустим? Я и Шахрая не собираюсь даже разговаривать. Значит, Шахрая и его команда принесли нашим братьям Ильдушам и Осетинам такую тяжелую беду, что трудно аналог представить в самые жестокие времена прошлых. Ну, Шахрая я назвал, потому что он здесь был недавно. А с кем тогда в принципе? От России, от Ельцина? Кто к вам? Все хотят провести переговоры, минуя меня. Ну, я думаю, что это не серьезно. Но они понимают, что это не серьезно на самом деле. Нет. Хотят минуя. А с кем тогда вести переговоры? Мы переговорили по телефону, несколько сеансов, готовились к встрече, обсудить наши вопросы. Ну, кому-то, видимо, стало не угодно. Возможно, тут же стали, естественно, провоцировать яростные нападки на Борвелеса, а потом из парламента...